Харьков Харьков очень сильно изменился и, к сожалению, он меняется каждый день. Каждый день меняется в худшую сторону, потому что ежедневно прилетают снаряды, ежедневно рушатся дома, ежедневно гибнут люди. Поэтому харьковчане, которые живут давно, с очень большой болью в сердце, видят и наблюдают за тем, что происходит с нашим родным городом. Надо отдать должное коммунальным нашим службам, потому что город убирается, вычищается и после каждого взрыва, после каждого разрушенного здания день-два и все чисто, все аккуратно. И вот здесь, конечно, большое им спасибо за это. Стараются, чтобы город жил дальше. Каждый день приезжают, возвращаются люди. И город начинает чуть-чуть оживать. Есть положительные, есть тяжелые моменты, по которым люди, которые там живут с первых дней войны, и я отношу себя к тому же количеству людей. Мы уже, наверное, привыкли к этой войне, как человек к любому привыкает, и к хорошему, и к плохому. И, возможно, у нас где-то атрофировалось это чувство самобезопасности. Раньше мы ходили в бронежилетах, сегодня мы не пользуемся этими средствами индивидуальной защиты. И есть риски тоже, как бы, какой-то, не дай бог, гибели и так далее. Город, конечно, меняется, меняется в худшую сторону ежедневно. Поэтому у нас есть большая вера в победу и в то, что потом мы город отстроим, и будет все намного лучше. Вот так. В лучшее верим. Смотрите, мы помогали с первых дней, готовили горячих обедов и развозов продуктовых наборов людям, кому это как бы необходимо, и кто может там готовить себе в домашних условиях. Также мы занимались эвакуацией населения. И с первых дней мы помогли эвакуировать более полутора тысяч человек, и семей, и детей, и взрослых, пенсионеров, в общем, жителей Харькова и Харьковской области за пределы города. С размещением их в дальнейшем, как бы, ну, в мирное, спокойное, как бы, жилье. Кроме этого, мы помогали бомбоубежищам. Мы обустроили более трехсот, построили, сделали, заказали кровати, разместили в бомбоубежищах, плюс средства, не средства, а технику, бытовую технику закупили, предоставили, холодильники, микроволновки, печи. Дальше стараемся помогать населению в решении разных вопросов, которые только возникают. Есть пенсионеры, которые не могли получать пенсию. Мы помогали оформлять карты, вывозили их за пределы Харькова, оформляли там пенсии, возвращали потом их назад. Вот. И таких, как бы, ситуаций, их много, даже, не знаю, там, всех и не сейчас и не вспомнишь, не перечислишь. Вот. Поэтому на сегодняшний момент в нашем фонде работает порядка 120 человек, и у нас есть проекты, которые, социальные проекты, которые рассчитаны на долгосрочные перспективы и рассчитаны на развитие и поднятие социальной сферы нашего города. По поводу перегорели или не перегорели, естественно, есть усталость. Конечно, никто не рассчитывал, что вообще в 21 веке возможны военные действия и нарушение территориальной целостности государства и вообще убийство мирного населения. Это в голове не укладывается. И вот сейчас мы в войне находимся, и у меня все равно каждый день я встаю и каждый день не могу найти, как, наверное, миллионы жителей ответ на вопрос, почему, как, как это произошло. И как это происходит. Но это есть. Поэтому мы однозначно… Есть человеческая усталость, есть волнение за тем, чтобы завтрашний день встретить и чтобы сегодняшний день прожить. Есть… Каждый мужчина скучает за своей семьей, за детьми, за женой, за родителями, которых нет и которые находятся вдалеке от тебя, и мы их не можем видеть и обнять и так далее. Поэтому, естественно, это все вызывает определенную нервозность. И самое главное, что мы не понимаем, когда это все закончится. Смотрите, мы действительно… Мы находимся на одной территории. Мы делаем одну и ту же работу. Они, как институт государственный, имеют больше прав, полномочий и возможностей. Мы, как сообщество харьковчан, делаем то же самое, но в небольших размерах. Мы более гибкие, и у нас нет границ, и нет ограничений. Я сейчас не говорю про правовое поле. Я говорю о том, что мы перед собой не ставим никаких трудностей. Они видят эти трудности бюрократических процессов. Многое мы не знаем, поэтому берем это и делаем. Понятно, что реализации социальных проектов, о которых мы говорили ранее, однозначно нужна поддержка государства. Мы провели ряд переговоров и встреч и с администрацией города, и с администрацией области. И, в принципе, все наши начинания, все наши проекты администрация города, области поддерживает. Они в этом заинтересованы. Более того, администрация области сказала, что готовы даже софинансировать эти проекты, если мы найдем львиную долю средств для реализации. Они тоже готовы как-то заложить 20-30% бюджета в бюджет города. Поэтому мы... Я не знаю, что будет завтра, и здесь мы не можем планировать не то, что будет через год, а нет понимания, живем мы сегодня на сегодня, к сожалению. Поэтому я очень надеюсь, что война очень многие процессы поменяет, изменит и подход людей к работе, и подход людей к... и ценности в жизни. Вот, ну, я не знаю, я вижу, что мои ценности в жизни изменились. Так же, как и у многих людей, кто попал под бомбежку, кто попал под... в эту войну, жизненные приоритеты поменялись. Я очень надеюсь, что у нашего правительства это тоже изменится ориентир на ценность человеческой жизни, на ценность и важность социальных проектов, на поддержку детей, пенсионеров и населения. Поэтому я считаю, что это все реально, и это все будет выполняться. Возможно, не так быстро, как хотелось бы, но... Смотрите, на сегодняшний момент очень много... Война объединила людей. Раз. Это, наверное, один из... Ну, я стараюсь во всем находить плюсы и положительные моменты. Поэтому война объединила Украину и украинцев. И на сегодняшний момент люди отдают практически последние средства для того, чтобы поддержать военные силы наши, терраборону. Очень много выделяется денег и на приобретение одежды, оружия. Вот. И я к тому, что сегодня люди не думают о том, как нажиться и как заработать, а они думают, чтобы спасти страну. И я допускаю, что рано или поздно мы все ждем с нетерпением, что война закончится. И мы рассчитываем, что мировое сообщество поможет нам восстановиться. Более того, мы рассчитываем, что мы пройдем мировые суды и мировые практики и получим правовое решение, чтобы агрессор Российской Федерации на сегодняшний момент компенсировала все затраты, которые они понесли со уничтожения населения и просто геноцид нашего населения. Поэтому я считаю, что финансовый ресурс мы привлечем и он будет найден. Самое главное довести и довести до конца те проекты, которые мы сегодня запустим, не сегодня, а послевоенное время запустим. И они должны быть запущены и работать на благо населения. И, ну вот скажем так, вот так. Смотрите, здесь, ну первое, действительно, Харьков всегда был русскоязычным городом, так же, как и, наверное, Донецк и Луганск. И, действительно, многие года, я не знаю, либо это создавалось специально политиками, ну что разделяли украиноязычное население, западную Украину и восточную. Хотя мы одно целое, но все равно сели какую-то вражду и так далее. Я с 91-го года живу в Харькове, я разговариваю на русском языке. У нас действительно границ с ближайшим городом Российской Федерации, это Белгород, там, по-моему, 20 или 30 километров и граница. У нас была свободная зона для харьковчан, у кого прописка харьковская, и для белгородцев, у кого прописка белгородская. У нас была своя таможня, которая не была ни очередей, нигде ничего, мы проходили, абсолютно спокойно могли ездить к ним, они ездили к нам. Очень много харьковчан работало там, и у меня тоже там был бизнес, и мы там трудились, работали, и это как бы было нормально. Так же, как и на Западной Украине, более тесные взаимоотношения с польской стороной, с Румынией, так же, как на Севере Украины, с белорусами. Это нормально дружить с соседями, но то, что произошло, это перечеркнуло все взаимоотношения. И, скажем так, я думаю, что сейчас очень будет большая стена и пропасть между нашими народами, вот это первое. То, что касается лично меня, между моим русскоязычным, моим существом, сущностью, я так могу сказать, что я больше начал говорить на украинской мове. Я поменял во всех гаджетах, установил украиноязычную клавиатуру и мессенджеры и тексты, но у меня есть внутренний протест против российского всего. Но, опять-таки, нас никогда это не притесняло. Я 10 лет работаю с Западной Украиной, я приезжаю туда, меня всегда все понимали, хоть я говорил на русском языке. И никто ни в чем не ограничивал и не ущемлял мои права. Так же, как и приезжали к нам с Западной Украины люди, мы одно целое, и мы все друг друга понимали. Поэтому я стараюсь больше популяризировать, больше украинизировать, и мы должны спелкуваться с украинской мовой, и вся державная переписка должна быть на державной мове. Но, с другой стороны, знаете как, в европейских странах есть 2-3 языка. Во многих странах есть, например, Бельгия, Голландия, есть несколько национальных языков. Правильно? Поэтому никто никого не ущемляет, и человек хочет говорить по-французски, говорит по-немецки, говорит по-английски, говорит так и здесь. Мне кажется, очень некорректно ущемлять твои права и так далее. Хочешь говорить? Говори. Поэтому это мой сугубо личный, индивидуальный, субъективный подход к этому. Но я все равно стараюсь детей переводить на общение, спелкувание украинской мовы. Ну вот так. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!